Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском футболе. Куда может вернуться Джегош Крыховик? Вот так вот. Польский футболист, который в свое время поднял бунт фактически в своем коллективе, и по слухам, опять же, я, конечно, свечку не держал, но по слухам именно он подбивал иностранцев уехать из футбольного клуба Краснодар. Сейчас он вроде как готов вернуться в свой коллектив, которому он, напомню, по-прежнему принадлежит. В общем, давайте обсудим эту ситуацию, ситуацию на грани абсурда, и поболтаем о будущем Джегоша. Стоит ли возвращать его, и нужен ли он сейчас Краснодару? Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор — компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вообще, конечно, история вышла нереально поучительной. Крыховек, который, опять же, по слухам поднял бунт на корабле краснодарском, он свалил в Грецию, где выступал за АЕК. Но вот ведь незадача. Местные условия его не удовлетворили, не понравилось ему в Греции. Ну, возможно, краснодарские ягоды, фрукты и прочие посочнее, чем греческое сертаки или еще что-нибудь там такое произошло. Может быть, его расстроил уровень местного чемпионата. Но, сдается мне, что вопрос здесь заключается в деньгах. АЕК не готов платить Крыховеку те бабки, которые он получал в Краснодаре, поэтому оставаться в данном коллективе Гжегаш, скорее всего, и не захочет. Более того, мы понимаем, что нигде Крыховеку сейчас не будут платить те деньги, которые предложил Галицкий, поэтому Гжегаш вот так вот решил вернуться. Ну, знаете, выглядит это, конечно, смешно. Тут можно переиначить немножко Тараса Бульбу и уже, обращаясь к Ляху, сказать, ну, шо, да помогли, то битва и греки. Ну, в данном случае, действительно, греки не особо помогли Кжегашу, и теперь, не солоно хлебавши, он может вернуться в Краснодар. Стоит ли его оставлять? Ну, вот это сложный вопрос. На мой взгляд, Краснодару в нынешних условиях либо нужно очень серьезно поработать с Крыховеком и очень серьезно, так скажем, обработать его, в том числе с моральной точки зрения, обговорить с ним условия, заставить, может быть, публично извиниться за все произошедшее, прописать пункты в контракте, согласно которым он больше не может сваливать по своему там решению и больше не должен там публиковать или заявлять какие-то вещи против коллектива или вещи какие-то политического характера, то есть в тиски зажать Крыховек и поставить его перед фактом. Либо ты ведешь себя прилично, извиняешься и так далее, и получаешь свои там 3 миллиона в год, либо ты проваливаешь куда подальше и будешь получать условные 700 тысяч где-нибудь в польской экстраклассе, либо в каком-нибудь зажопинске из большого чемпионата. Я думаю, Крыховек, конечно, может заинтересовать некоторые коллективы, не знаю, там из низов турнира таблицы итальянской серии, а испанской премьеры, только вот платить там ему будут совсем мало. И разумеется, в этих условиях Крыховек должен делать свой выбор. Как футболист сейчас он, конечно, может пригодиться Краснодару, если представлять его как такую футбольную боевую единицу из условной там FIFA или Pro Evolution Soccer. То есть взяли игрока, он приносит пользу, забивает мячи, отдает голевые передачи. В этом плане он может быть полезен, все-таки футболист техничный, оснащенный, умный. И в футбольном плане, не в социальном, не в житейском. Мы в этом убедились, что интеллект Крыховека ограничивает столько умелым общением с мячом. При этом Джегаш может быть потенциальным лидером на футбольном поле и так далее. У него плюсов много. То есть как футбольный юнит он полезен. Но мы должны понимать, что жизнь наша реальная, это не компьютерная игра. Типа FIFA, где ты взял футболиста, поставил на поле, он приносит пользу. Здесь очень важен, так скажем, моральный облик человека и футболиста. Очень важно, как он влияет на команду. А здесь мы видим, что влияет он, мягко говоря, хреново. И понимаете, сейчас в Краснодар вроде как готовы вернуться Кордуба, Рамирес и некоторые другие легионеры. И понимаете, Крыховек, ну не знаю, когда у него там произойдет очередное обострение. Когда там снова, скажем так, в нем взыграет патриотическое начало. И он забудет про то, что он просто польский наемник на российской земле. И возомнит себя снова каким-нибудь там крылатым гусаром польским. Который должен разить москалей и рассказывать правду матку. И призывать всех свалить из Краснодара. Тут, знаете, Неровин сейчас снова что-нибудь произойдет. Так что Крыховек это крайне сомнительное возвращение для быков. К тому же, ну как бы это сказать, сейчас, на мой взгляд, у коллектива уже сформировалась обновленная центральная линия полузащиты. Черников, Спертиан, новенькие ребята тоже подъехали из системы клуба. Плюс возвращается вроде как Уткин, который может стать в потенциале звездой. Теперь еще и в Краснодаре он в Ахмате зажигал. Но, судя по всему, Ахмат выкупать Уткина все-таки не будет. Такая информация появилась. Поэтому, не знаю, нафига здесь нужен Крыховек. Тем более со своим поведением, со своим гонором. На мой взгляд, Джегош, как футболист, может быть и полезен. Но, как такой, знаете, элемент коллектива, это потенциальный глава бунта на корабле. Поэтому держать такого сомнительное удовольствие. Тем более, что сейчас мы видим, что быки начали делать ставку на развитие молодежи. Появление Крыховека может несколько сократить игровое время молодых перспективных ребят, которые есть в клубе. В этих условиях, повторяю, можно, конечно, взять Крыховека обратно, но лично я попытался бы его куда-нибудь слить. Либо за деньги, это было бы просто идеально, если бы за него кто-то что-то сейчас заплатил. Либо просто разорвать контракт за то, что Крыховек нарушил какие-то правила, установки и так далее. Ну, можно здесь найти определенные нюансы, на основании которых Крыховек отправляется на все четыре стороны. И ему не платится неустойка. Допустим, если будут подтверждения какие-то, что он подбивал игроков уйти из Краснодара. В таком случае будет прям по красоте. Бабок Крыховек не получит. Может быть и штраф какой ему влепят. И отправится он покорять какие-нибудь там гореческие или прочие просторы. За 700 тысяч в год, а то и меньше. В общем, поучительная история. На мой взгляд, Краснодар сейчас может, с одной стороны, нарваться на очередное судебное дело. Потому что с Бутхеймом там уже все попахивает судом. Касательно того, что футболист просто взял и ушел из команды и разорвал контракт. Здесь может произойти нечто подобное, но уже в обратном направлении. Поживем, увидим. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.